А первой встрече с нашей мамой папа рассказывал так. Вышел он как-то утром в столовую завтракать. Стол накрыт, кипит самовар, горячие бублики, сливки, всевозможные закуски. И вдруг в углу большой полутемной столовой шорох. Обернулся, видят жмутся дети. Попробовал выяснить, кто они такие, но не тут-то было. Дети насупились, молчат. И только одна, самая маленькая девочка лет четырех ходила и с интересом рассматривала все вокруг. «Тебя как зовут?» – спросил папа. «Надя», – ответила девочка и улыбнулась. Папа поднес ей сахарницу. Она схватила самый большой кусок. А ручонка худая, грязная, настоящая обезьянье лапка. Это и была наша мама. Этот рассказ нас очень волновал. Колосья подкосили колесо. Эх, ехали да мужики, да на телеге. Эх, ехали да пили кюрасо. А вдалеке текли ручьи до реки. Ребятишки были детьми Якова Сидорова, приказчика Кондратия Севастьяновича Семенова. Приказчик вместе с женой умер ночью от холеры. С осиротевшими детьми Кондратий Севастьянович поступил так. Мальчиков отдал знакомым купцам в мальчике на побегушках. Старшие сестер пристроил к портнихе в ученицы. В доме осталась одна только Надя. Некоторое время она жила у Семеновых на положении приблудного котенка. Но Кондратий Севастьянович энергично искал выход. И он его нашел. Увидев на кладбище небольшую интеллигентную семью, которая рыдала над маленьким гробиком, он узнал, кто это и кого хоронят. Оказалось, что это купеческая семья Фирсовых, только что потерявшая малолетнюю дочку. Отправившись домой, Семенов приказал одеть и умыть Надю и поехал с ней к Фирсовым. А там, трогательно описав сиротство девочки, убедил их принять ее в память умершей. Фирсовы не успели еще ничего понять. А Кондратий Севастьянович уже уехал на прощание, еще раз сказав, что «Сие есть перст Божий, и пренебрегать им ни в коем случае нельзя». Фирсовы не заменили Наде родителей. Они не стали ее удочерять, оставили на положении воспитанницы. Не обижали ее, но и не ласкали. Надя окончила четырехклассную школу, а после этого Фирсовы отдали ее в ученицы к портнихе Просковье Петровне, у которой была лучшая в городе мастерская женского платья. У хозяйки мастерской всегда было несколько учениц, которые выполняли самую грязную работу. Грели утюги, убирались, бегали по поручениям хозяйки-мастериц. Словом, полностью обслуживали дом. Жалования им не платили. Считалось, что они обучаются мастерству. Правда, никаких специальных занятий с ними не проводили. Предполагалось, что они, выполняя поручения, приглядываются к делу. Просковье Петровне шел 27-й год. Не блиставшей красотой и с молоду, Теперь она вовсе поблекла, Но была изящна и одевалась со вкусом. Ей нравился молодой Семенов, Сын Кондратия Севастьяновича. Он был красив, Только странен, Слишком задумчив И рассеян. Витал в облаках. Эта странность пугала ее. Но, в конце концов, он был молод. Ему только что исполнилось 20 лет. И Просковья Петровна понадеялась на свой характер. Даст Бог, справлюсь. Сделаю из мальчика, что захочу. Ежедневные скандалы с отцом превратили жизнь Саши в ад. Он даже собирался уйти из семьи, Но у него все не было времени обдумать свое положение. Потому что он постоянно отвлекался на свое первое прозаическое произведение. Рассказ «Аллах Акбар». Все время думал о нем и каждую свободную минуту писал. Когда Кондратий Семенович объявил сыну решение женить его на Просковье Петровне, Саша не понял, как следует, о чем идет речь. И даже пропустил мимо ушей день свадьбы. А когда до его сознания, наконец, дошли слова отца, Протестовать было поздно. Приготовления к свадьбе уже заканчивались. Кондратий Семенович дарил сыну новый дом, Только что отстроенный на Дворянской. На первом этаже этого дома предполагалось разместить расширенную модную мастерскую. Саша почти не знал Просковью Петровну, Но, тем не менее, решил пойти к ней и выложить все, как есть. Стоя, Просковья Петровна выслушала молодого человека, Который рассказал ей про нелюбовь к отцу и равнодушие к ней. Саша сказал, что она старше и самостоятельнее, И ответственность за этот брак будет полностью лежать на ней. Еще он сказал, что решил посвятить себя литературе, И от этого своего желания не отступит. Неизвестно, что чувствовала Просковья Петровна, Но сказала, что, выполнив волю отца, он не раскается. Кондратий Севастьянович ожидал бурного протеста со стороны сына, Был готов к скандалу, но дело обошлось неожиданно мирным. После свадьбы Александр Кондратич совершенно порвал Отношения с отцом и с его семьей. Никогда не заходил к ним, а при встречах не здоровался. Оставив работу кассира, он поступил на службу конторщиком В железнодорожные мастерские. Года через полтора у них с Просковьей Петровной родился сын Володя. Кондратий Севастьянович пышно отметил рождение внука. Прислал богатые подарки, готовил торжественные крестины. На эти дни Александр Кондратевич ушел из дома к друзьям за город. Тогда отец понял, что разрыв с сыном серьезнее, чем он предполагал. Растерялся, притих, стал советоваться с Пашенькой, как восстановить отношения с сыном. А она вместо совета расплакалась и рассказала, что семейной жизни у них нет. Живут как посторонние. К ней и к сыну Саша совершенно равнодушен. Возвращаясь со службы, запирается у себя и погружается в книги. Неделями с ней не разговаривает. Тогда к Кондратию Семеновичу пришла мысль развлечь сына. Отправить его в путешествие. Сашу не пришлось уговаривать. Получив переданные отцом деньги, он ухватился за возможность съездить в Петербург и за границу. Надя Сидорова вступила в ученицы к Проскове Петровне, когда Александр Кондратевич жил в Париже. От старых мастериц она узнала о нескладной жизни хозяйки с молодым мужем, а также о том, что он красив и благороден, настоящий барин. Просковья Петровна не взлюбила Надю. Слишком уж та была хорошенькой, с мягкими каштановыми локнами, отливающими бронзой, шоколадными глазами и фарфоровым цветом лица. Но Надя не обижалась на выговоры, терпела плохую еду, спала в коридоре между жилыми комнатами и мастерскими, накрывшись какими-то лохмотьями. Пять лет Александр Кондратич прожил за границей. Побывал в Варшаве, Берлине, Лондоне, но главным образом жил в Париже, где посещал лекции Сорбонни. За это время выучил французский, немецкий и польский языки, участвовал в работе Международного съезда рабочих, где слушал Плеханова и видел дочерей Маркса. О родине не скучал, тяготили только отцовские деньги, посылая которые, Прасковья Петровна всякий раз напоминала, от кого они, надеясь тем самым примирить сына с отцом. И вот весь дом готовился к встрече хозяина. Больше всех волновалась Прасковья Петровна, но ее волнение передавалось и всем остальным. Увидев мужа, она остолбенела. Уезжал-то провинциальный уволень, а вернулся светский красавец. Александр Кондратич отрастил усы, носил пенсне, модное пальто, цилиндр и тросточка, отличали его из толпы самарцев. У Нади при виде барина упало сердце. Десять лет прошло с момента их первой встречи. Теперь ей шел уже пятнадцатый. Долго не спала она в эту ночь, а наутро призналась подруге, что за такого человека она готова отдать жизнь. Прошло еще два года. За это время у Семеновых родилась дочка. Прасковья Петровна очень надеялась, что малютка скрипит семью. Но ее желания не оправдались. Муж был равнодушнее прежнего. Он опять работал на железной дороге, сотрудничал в газете, печатался в петербургских журналах. В издательстве «Знания» вышла книжка его рассказов. Между тем, Наде исполнилось 16 лет. Она стала прелестной девушкой. Восторженная влюбленность в барина переросла в глубокую любовь к нему. Она никогда не разговаривала с Александром Кондратьевичем, но остро примечала все, что происходит в доме. И слишком плохо скрывала свои чувства. В конце концов, в таком женском мире, как дамская мастерская, все разгадали Надину тайну. И прежде всех Прасковья Петровна. Придравшись какой-то Надиной оплошности, она выгнала ее. Вон. А через некоторое время Надя исчезла вместе с Александром Кондратьевичем. Куда? Этого не знал никто. А она уже была не Сидоровой, а Семеновой. В глухой деревушке под Кунгуром поп Растрига за большие деньги обвенчал Александра Кондратьевича и Надю Сидорову. Брак был незаконный, так как брак Александра Кондратьевича с Прасковьей Петровной не был расторгнут. Живя тихо, молодые скитались по далеким деревням и селам вплоть до 1902 года, пока в Самаре не скончался Кондратьевич Себастьянович Семенов. Его сыну, как наследнику фирмы, не пришлось вернуться назад. А вот о том, что ожидало его в Самаре, мы расскажем в следующей программе. Эх, ехали они, куда вела их совесть, да по дороге обнимали баб, а другие люди, философис, проклинали пройденный этап. С вами был Михаил Перепелкин.